Мастерство этой книжной иллюстрации восхищает людей всех возрастов, а малышам помогает полюбить книги. Отношение художника к иллюстрированию детских книжек должно быть особое, искреннее и непосредственное. Более 30 уникальных работ создала художник из Хабаровска Юлия Мышко. Специально к современным сказкам русскоязычных авторов, которые собрал в себе сборник «Когда цветет лотос». Неинтересно брать в руки книжку, если она не иллюстрированная. Если это сделал один автор, то, соответственно, что она разработана в единой стилистике, что картины узнаваемые. И они разные, они абсолютно разные в каждой сказке. Идея создания сборника, да и самого социально-благотворительного проекта принадлежит Василию Левченко и Вере Ломоносовой. Они же выступили в роли авторов-составителей, лично отобрав лучшие современные сказки, предназначенные для аудитории 6+. Все мы воспитаны на сказках, все мы свои знания о патриотизме, о любви к родине, о любви к маме, об отношении к близким. Все это мы берем с вами из сказок, из самых первых сказок, которые читаем не сами, а которые слышим от наших бабушек и родителей. Все книги при поддержке Департамента культуры Краевой администрации будут безвозмездно переданы в детские социальные учреждения и библиотечную систему. Мы любим дарить подарки больше, чем их получать. Поэтому мы сделали красивую книгу, собрали современных авторов, чтобы это было интересно нашим современным детям и подарили эту книгу. У маленьких посетителей выставки в честь Международного дня защиты детей есть возможность получить сборник сказок «Когда цветет лотос» в подарок. Каждый ребенок возрастом от 5 до 14 лет получит книгу в обмен на билет. Сама экспозиция продлится до 3 июня. Дмитрий Беломеснов, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом.